Всем привет! Меня зовут Александра Стукальская, и с вами Академия Смаку Сильпо. Сегодня мы приготовим кукурузный кекс с перцем халапенья и тыквой. Для кукурузного кекса нам понадобится свежий халапенья, маринованный халапенья. Этот маринованный халапенья из Африки — это продукция, которая появилась в Сильпо, очень классная штука, бразильский орех. Лимонный кориандр производится в Индии, если вы его не найдете в магазине, то его можно найти в интернете. Смесь перцев, чеснок, соль, сода, яйца из лавки традиций, разрыхлитель, красный апельсин, он же сатилийский, тыква-батернат, мед-акация и это козья карпатская брынза, которая продается в Сильпо в отделе лавки традиций. Это очень интересная по текстуре и по вкусу продукция. Кукурузная мука, кукурузное масло, кама. Вот и все. Все, что нам понадобится для кекса. Сначала мы кладем в духовку чеснок. Для этого я его обернула в фольгу. Мы кладем его в духовку на 180 градусов около 40 минут. Теперь нам надо будет почистить тыкву. Для этого мне понадобится тыква-батернат. В Австралии и Новой Зеландии она известна как миндальная тыква, у нее есть ореховый привкус. Мы начинаем чистить тыкву. Для этого нам понадобится около 200 грамм тыквы, потому что одну часть мы будем запекать 20 минут, а другую часть мы будем запекать 15 минут. Та тыква, которая более мягкая, пойдет в само тесто, а та тыква, которая более твердая, будет выступать кусочками в кексе. Мы дочистили тыкву. Теперь нам надо ее разрезать на мелкий кубик. Теперь я нарезаю кубиком тыкву. Мы дорезали тыкву. Теперь мы засыпаем ее в емкость и добавляем туда чуть-чуть кукурузного масла. Добавляем смесь перцев, чтобы подчеркнуть ее вкус. Добавляем щепотку соли и выкладываем тыкву в керамическую емкость. Перемешиваем, чтобы все вкусы впитались. Я предпочитаю, когда запекаю тыкву, посыпать ее буквально двумя щепотками сахара. Из-за этого тыква начинает карамелизироваться и становится ярче во вкусе. Теперь это все ставим в духовку. Первую часть тыквы ставим на 15 минут, вторую на 20 минут. Теперь мы будем смешивать сухие ингредиенты. Для этого нам понадобятся весы. Нам надо будет отмерить 300 грамм муки, которую мы просеем через сито, чтобы мука была более воздушной. Теперь мы добавляем одну чайную ложку соли. Добавляем три чайные ложки разрыхлителя, которых мы уже отмерили. И три чайные ложки лимонного кориандра, он же индийский. Теперь медленно и аккуратно все это перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты перемешались. Мы закончили мешать сухие ингредиенты. Я их убираю в сторону. Смешиваем 4 яйца. В яйца мы добавляем йогурт. 8% густоты. Это греческий йогурт. Добавляем две столовые ложки йогурта. Перемешиваем все это. Получается такая красивая консистенция из яиц и йогурта. Я домешала яйца с йогуртом. Теперь мы нарежем свежий халапеньо. Мы режем халапеньо не сильно тонко, потому что оно должно чувствоваться в выпечке. Если сильно тонко, оно потеряет свою остроту. Тем временем первая часть нашей тыквы испеклась. Я достану тыкву, которая испеклась 15 минут, а остальную часть поставлю еще на 5 минут, чтобы она стала мягче. Перекладываем одну часть тыквы в гастроемкость. Эти кусочки тыквы у нас пойдут на текстуру, а остальное ставим в духовку еще на 5 минут. Теперь мы нарежем бразильский орех, который пойдет как вовнутрь кекса, так и сверху на декор. Здесь около 80-70 грамм ореха. Я предпочитаю его не мелить в блендере, а резать ножом. Если вы не нашли бразильский орех, то вы можете использовать, например, арахис. Он имеет довольно-таки интересный вкус и будет очень вкусно сочетаться с халапеньо, с остротой. Теперь складываем орех, чтобы его потом добавить в кекс. Сейчас будем доставать нашу тыкву, потому что она уже готова. Теперь нам надо размять эту тыкву, которая готовилась 20 минут. Это мы можем сделать вилкой, это удобнее, потому что остается волокнистость тыквы. После блендера тыква будет похожа на пюре, а в данном случае нам пюре не надо. От сахара в тыкве появился сладковатый аромат, он очень раскрывает аромат тыквы. Тыква еще теплая, поэтому нам надо подождать кое-какое время, чтобы она остыла, и чтобы ее возможно было добавить в яйца. Потому что если мы добавим теплую тыкву в яйца, они свернутся, и у нас не получится того, что мы запланировали. Теперь мы смешиваем тыкву вместе с яйцами и йогуртом. Мы добавили около 150 грамм тыквы, еще 150 грамм кукурузного масла. Теперь все это смешиваем и добавляем туда кукурузную муку и все сухие ингредиенты, которые мы мешали. Лучше это делать поэтапно, чтобы было удобнее размешивать две разные текстуры. Нам нужна не сильно густая консистенция, чтобы мы понимали, что наш кекс получится влажным. Теперь мы добавляем свежие халапенья. Я не буду добавлять все, чтобы не получилось слишком остро. Добавляем маринованные халапенья. Тоже не сильно много. Перемешиваем. Чуть-чуть бразильского ореха. Теперь мы будем с вами чистить печеный чеснок. Я больше люблю печеный чеснок, чем обычный, потому что печеный чеснок имеет сладковатый вкус. И у него нет такой агрессивной астарты, как у свежего чеснока. Мы отрезаем нижнюю часть чеснока и вручную зачищаем его от поверхности. Можно еще чуть-чуть размять чеснок вилкой, превратив его в чесночное пюре. И добавляем это все в тесто. Перемешиваем, распределяя чеснок по тесту. В самом конце, что важно, добавляем нашу тыкву. Потому что если тыкву добавить в начале, скорее всего, она расползется по всему тесту и не останется той текстуры, которую мы хотим добиться. Для перемешивания лучше взять силиконовую лопатку, чтобы не повредить тыкву. Все это тщательно перемешиваем и подготавливаем нашу форму для выпекания. Я использую форму для запекания марка Черветти. Устанавливаем сюда пергамент. И заливаем наш кукурузный кекс. Расправляем тесто. Засыпаем сверху фразильским орехом. И вот, наконец-то, наш кекс почти готов. Теперь мы его ставим в духовку на 60 минут при температуре 180 градусов. Ребята, наш кукурузный кекс готов. Наш кекс почти готов. Теперь мы его ставим в духовку на 60 минут. Ребята, наш кукурузный кекс готов. Я предлагаю его выложить на тарелку. Сначала извлекаем бумагу, аккуратно вытаскиваем его, срезаем краешек и нарезаем вот такой вот кусок. Я бы его разрезала вдоль. Одну часть выложила бы на тарелку. Теперь взяла бы козий сыр. Вторую часть положила бы тоже сверху. Сверху еще чуть-чуть сыра. Теперь мы берем мед и украшаем всю эту красоту сверху медом и цедра красного апельсина. Совсем чуть-чуть, чтобы не было агрессивных вкусов. Ну, ребята, и по желанию можно добавить еще чуть сверху халапеньо. Тут как бы на вкус и цвет. Ребята, наш кекс готов. Он может быть отличным дополнением к вашему завтраку или обеду. Поэтому я желаю вам приятного аппетита. С вами была Александра Стукальская и Академия Смокут Сильпо.